четыре дня я сейчас решил доскочить до гематеста узнать у них сколько будет точно по цене какого числа нам то есть завтра по-любому нам уже надо сдать тест вот и чуть позже расскажу потому что на самом деле кабала вот это с тестами еще та история чуть позже расскажу пока у нас мир он спит мы с артемкой а родион мы с артемкой решили сгоняйте в парикмахерскую барбершоп вот он и подстричься да сейчас короче увидим что из нас получится о вот такие мы вышли как те тема барбаре короче теме зашло стричься барбершопе вот как и мне ну стригут да конечно гораздо лучше там всякие вот эти просто не стричься ни разу сходите просто у нас в краснодаре я уже показывал здесь стричка 250 рублей стоит обычно в барбарах это от 1200 1300 а тут я не знаю почему такая цена в общем пока зашли по костюмиком помылись уже и родиончик проснулся поэтому веду родиона теперь вот даже барбар к этому же барбару пусть его тоже подстригут ну вот и родион красавчик да ты чего понравилось встречать да мы уже приступили к сбору вещей пахуем и первый чемодан 2 настолько завтра придет уже вам покажу чуть позже и самое классное за что я люблю собираться и вообще вот эти переезды за то что расслабляешься берешь этот шкаф оттуда все выкидываешь и половина вещей оказывается просто не нужны и ты либо это куда-то отправляешь либо выставляешь каирицы на мусорку для желающих кому нужно просламление получается вообще идеально так друзья мои что касается тестов вот этих пациерок короче на самом деле оказывается немножко сложновато почему потому что я не знаю возможно в москве это все происходит по-другому здесь например в краснодаре история следующая вот у нас здесь на районе получается есть три или четыре клиники которые принимают но срок изготовления этого результата занимает двое суток то есть смотрите я зашел в клинику вот собственно куда сходил и последствующая клиника но у них условия одинаковые по времени по цене вот в одной дешевле тысяча девятьсот девяносто будет стоить а в гема там 2 2 200 сдаем нам получается мы знаем 9 числа до обеда с 12 до 14 эти тесты делаются сутки по договору то есть на следующий день мы их получаем но если вдруг какая-то заминка то по договору срок может увеличен быть до двух дней и 72 часа считаются с момента сдачи например 9 мы сдали в час дня то есть полный день 9 10 и 11 11 числа в час дня уже получается будет тест недействителен то есть как сдавать я что-то вообще не понял и вот мы стояли сегодня с ней на ресепшене кумеками кумекали 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 на грит слушайте ну вообще на самом деле есть вот вам нужно за границу то лучше съездите в екатеринскую клинику они делают быстро за три часа у вас результат будет в общем да вот надо по ходу ехать в екатерининскую клинику опять-таки чтобы въехать съездить екатерининскую клинику у нас возникает мощный такой геморрой а нам не с кем оставить артема и родиона взять допустим с собой только мирона соответственно мы должны их все вместе я уже рассказывал про то что в краснодаре с такси история следующая что нигде ни в каком такси нет минивэнов соответственно нас в одно такси не возьмут мы просто физически даже не помещаемся и нам нужно заказывать две машины но на общественном транспорте явно мы ваш пас соответственно ну нам нужно ехать две машины это 40 минут до плюс там сдать плюс три часа подождать 40 минут обратно получается в екатеринке будет стоить 1600 тест такси туда одна машина 300 рублей примерно обратно 300 получается 1200 нам будет стоить еще такси дополнительно короче в вообще на самом деле прикол вот так вот в комментариях напишите конечно как например у вас обстоят дела может быть я чё-то не догоняю но опять таки если я сначала звонил а потом я все-таки решил прям пойти и прям обсудить все эти моменты потому что вот за этот момент я больше всего переживаю так же как вот мы рожали там нужно прям перед самими родами нужно сдавать тоже был экспресс мы за эту штуку прим очень сильно волновались и здесь то же самое вот ну короче завтра получается мы уже поедем в екатеринку об этом снимем выпуск как как доехали как там что в итоге получилось вот все это уже будет завтра на канале у нас есть вот такой вот слинг мы пользовались им когда был мирон маленький мой мирон радио всех напутал вот ну и короче так шипсу тут еще застегивается подержи дай попробую короче вот так вот одевается неправильно вспоминаем короче вот так вот пират двадцатого века вот американский да 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 американский о короче смотри как он выгибается чего мне на голову отделе были родители снимаете да такие дела короче сейчас потренируемся надо готовиться к походам так в общем теперь нас не к вспоминает учимся мы видите по видео по американским видосом потому что слинг американский вот и на русском вообще не можем найти никакой инструкции давай настенка у тебя получится позвищен new baby так вот вроде на стенке получилось что-то типа того и сюда короче одевается еще вот это вот повязка надевай тихо мирон знаю что не нравится надо попробовать ну да вот ну короче вот эта повязка дополнительно одевается вообще ничего не успеваем вот последние деньки уловим прям это нереальнейшую запару и даже уже время у нас получается 7 вечера мы только начинаем готовить ужин при при том что мы вообще дела никакие не успеваем сделать очень круто что у нас есть наши вот этот выручайка которая в турции к сожалению нас не будет мы сейчас сюда закинем грудку с морковкой с луком сейчас покажу позже закинем рис и у нас получится плов так вот такая красота она значит получилось вот закинули сюда морковь лук грудка соль приправа и растительное масло все это дело все видите суфлер он тут болтает что-то все хорошо это дело перемешали вот так все настроили закрываем так чё нажимать на стену все она уже готовится 25 минут потом закидываем рис я чутка напутал в общем вот 18 минут осталось мы закидываем сюда сразу рис вот так вот и добавляем еще немножечко кипятка в общем вот такая вот красота у нас получилось еще я готовлю мою любимую летнюю обувь сандалики и тапочки конечно кроссовки мы тоже возьмем с собой мы в них поедем но как у нас по планам мы прямо в аэропорту скорее всего переоденемся освободимся от осенней одежды и уже непосредственно оденем возможно шортики футболки и будем добираться до нашего нового места жительства потому что в такой жаре плюс дети плюс сумки будет вот так вот под ручьем как бы не очень комфортно начнем как-то дергаться нервничать неохота поэтому я думаю мы приедем переоденемся и ворвемся в турцию а